Приветище! Не успел я проснуться, как меня уже нашпиговали всякими разными заданиями. Возьмем гробчик. А, инвентарь полный. Какого лишь он у меня полный? Чего у меня там в инвентаре? Камушки, что ли, понабрал? В общем, Киндред, мне сказали, чтобы я сделал вот эту штуку, пробосборник. Позволяет извлечь живой образец из живой ткани. Мы же все-таки здесь еще и с научной целью, так что нужно пробники собирать. Давай-ка напечатаем это, пробосборник. Замечательно. Не забывайте, что выполнение новых научных экспериментов повысит твой ранг. А повышение ранга откроет новые инструменты. Виват прогресс. Да, здорово-здорово. Пошли тыкать во все живое. Будем собирать анализы. Пока идет ремонт, давай вернемся к исследованию планеты. Как сказано в уставе исследователя, раздел 2349-8, параграф U. Твоей обязанностью является каталогизация фор и фауны на этой планете. Ее доскональное исследование и отчеты потенциальной пригодности для жизни людей. На этом этапе мы не можем предупредить, с какими трудностями тебе придется столкнуться. Но чем больше данных ты предоставишь киндред, посредством сканирования, тем больше чертежей для решения задач мы сможем тебе прислать. От имени всего коллектива киндреда, включая биологических и искусственных сотрудников, мы желаем тебе удачи. Да ты сдал бал трещать, я сейчас... Опа, первые пробы анализа взяты. Пробиваемся, короче, с тобой дальше. Сквозь эти алмазные преграды. Туда мы еще с тобой не лазили. Надеюсь, здесь нас ничего жуткого не ждет. Опачки, это кто такой? Зеленый Дебризила. Эй, бро! Двуглавый. Такой забавный. Надеюсь, ты не обидишься, если я в тебя ваткнут шприц. Так, образец взят. Ух ты, пухляш какой! Розовенький, подожди. Нет, с него не взял ничего. О, кокон висит. Какой-то любопытный, как сопля оранжевая. А, это инохурма, мы ее уже сканили. Ее как-то надо схавать, но доползти я до нее не могу. Опять нужен крюк. Какие-то гейзеры. Гейзеры можно сканернуть? Можно. Дымоход. Похоже на муравейник, только вместо муравьев. Дым! Котобаза, ты летающая восьми... Лаперная. Че, здесь все? Есть черепок. Череп сканировнем. Наверное, упал с ближайшей башни не менее четырехсот лет назад. Четырехсот лет назад? Разрушенная статуя. Изображенное на ней существо не похоже ни на одно из встречающихся на планете. Так, куда дальше идем? О, блестяшки. Блестяшки. Ё-моё, это что такое? Надо собрать. Это у нас кремний. Гроб. Гробчанский. Ты как всегда рядышком. Возвышающиеся кристаллы безумия. Я не понимаю. Эта планета должна была быть лишена разумной жизни. Но эти строймени... Вот. Просканируй вот это. Спасибо, Кэп. Я без тебя и собирался это просканировать. Выглядит как какое-то транспортное устройство. Если восстановить его работу, мы можем тебя здесь убить и сделать клону у любой из активированных точек. Ой, прости. Я хотела сказать телепортировать. Ах ты и кашка. Я тебя нафиг отрублю. Чтоб ты таких глупостей не говорил. В общем, это инопланетный телепортационный постамент. В принципе, мы можем его и так активировать. Без всяких... Мудрёх. Вау. Киндрид требует, чтобы я прочитала условия договора на 400 страниц, освобождающих их от любой ответственности. Вот. Я прочитала всё в скоростном режиме. Много ценной информации я услышал. Продолжаем исследование. Тебе придётся вскарабкаться на это кристаллическое образование. За цепом подняться сюда было бы легче печени. Точнее, лёгкого. Мои словарные базы данных перемешались. В го... В кашу. Это будет легче лёгкого. Где эти двухглавые чудики? Вот. Надо его отсканировать. Я про него совсем забыл. Оно думает, что ты хочешь его убить. И правильно думает. Чего? Бабушка! Глупое, совершенно безвредное существо, легко поддающиеся паники. Как насчёт... Вот этой штуки покушать. Ты кушаешь её? Кушает. Ой, божечки. И сколько у тебя голов-то оказывается. И ртов. Ха-ха. Хватит паниковать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стрельнул, они разделились. Вот это прикол. А это что такое? Какие-то семена? Пухлый цитрусовый фрукт, который любят плодоядные на этой планете. Ммм, цитруслад. Сочный фрукт, который местная фауна просто обожает. А можно в неё как-то собрать? Нет, походу нельзя. Как насчёт тогда взять ДНК? Нет, пробу тоже не могу. Бабушка! Вот она. Я снова её увидел. Хочу в неё пару раз пострелять. Посмотреть, насколько она разделится. Так, два. Блин, пушка перезаряжается. Смотри, смотри, смотри. Кажется, она ещё раз делилась. Короче, она до бесконечности делится. О-о-о. Вот он уселся. Так, что мы здесь ещё не отсканировали? Вроде вот это вот огромное дерево. Широкий лист. Кто это сделал? Я тебя сейчас плюну. Спасибо. Такое ощущение, что меня с чем-то поздравили. Вернулись снова к этому дереву. Написано, что это широкий лист. Такой лиственный, такой вкусный, такой шикарный. То есть его можно есть, что ли? Непонятно только, как с него добывать что. Видимо, наверное, я не могу лично есть его. Хорошо, ползём дальше. Изучаем местную флору, фауну. В общем, я решил всё-таки двигаться к этой башне. И тут столько интересного с лужей. Возвышающаяся статуя. Чё это за существо? Надеюсь, эта статуя не в натуральную величину. Кто знает, кто знает. Как бы тебе ни хотелось, сейчас тебе такой прыжок не совершить. Но не волнуйся. Картографы обнаружили залежи редкой жидкости, которую можно использовать для синтезов топлива для прыжковых двигателей. Тебе надо заняться её поисками. Отлично. Ну чё, значит будем искать это топливо. Залез, короче, на верхушку, увидел он те интересные штуки. Так, чё это такое? Короче, бум, гранатовое дерево. Выделяет раскалённую лаву. С нужными улучшениями ты сможешь швыряться этой лавой в люб... Бо, ты задолбал. С нужными улучшениями ты сможешь швыряться этой лавой в людей и разрушать им жизнь. Звучит интригующе. Вопрос только в другом, как это достать. Туда взбираться, чертовски, сложновато будет. Как насчёт... Нет, так не прокатит. О, отлично. Вот чё мне поможет туда залететь. Да блин, перезарядка. Наконец-то. Бесит меня эти твари летающие. Где-то здесь, где-то здесь. Вот они, наши попрыгушечки. Сейчас они нам помогут. Как насчёт здесь попробовать? Мне кажется, здесь у нас всё получится. Оп. Да, должно. Запрыгиваем. Ну, есть. Есть контакт. Мы взобрались, но... Опасность. Фух. Никакого покоя от этих осьминогов. И когда они только успевают плодиться? Я их убиваю, они снова вылазят. Чё значит? Вот с этой штукой можно что-то делать, да? Ну что? Я не въезжаю. Давай-ка отбежим сюда подальше. И стрельнем. О, открылся. Так, и что? Собрать я всё равно ничего не могу. Надо ещё стрельнуть, наверное. О-о-о-о-о. Сейчас, я сейчас поймаю. Сейчас, сейчас, сейчас. О, ё! Твою ж... Нет! Фух. Фух. Я, конечно, знал, что они взрываются, но тут с подвохом всё пошло. Получил ожог своего лица первой степени. Но ничего. Главное, что не свалился с этой планеты. Лезем выше. О. Сколько у вас тут? А это чё такое? Бум-гранатовое дерево молодое. Почему-то эта штука менее взрывоопасна, чем обычный человеческий подросток. Я в него не могу просто попасть. Как это вышло? Как я его пнул? Подожди. Хе, прикольно. Я их пинать, короче, оказывается, могу. Мощно взрывается. А вот эту штуку я могу взять. Давай возьмём. О! Четыре. Три. Она сейчас взорвётся нафиг. Кидаю! Офига себе, она такая маленькая и так взрывается. А если я её не пущу? Два. Один. Она сейчас взорвётся у меня в руке, да? А, она просто сгорает. Ну хорошо. Так, и чё мне делать с этой взрывоопасной штукой? Может, куда-то сюда кинуть? У-у-у! Горячо. Жарко, я бы даже сказал. Короче, пока тут бегал, покопался в своей сумке. Решил покопаться, точнее. И знаешь, что нашёл у себя в кармане? Ты никогда не догадаешься. Вот такую штуку. Клейкая жижа какая-то. Похоже на фиолетовое говнецо. Что я могу с ними сделать? Давай попробуем нам вот сюда кинуть. Ага, она действительно меня затормаживает. Словно она меня склеила. О, дорожка к ледникам. Это, конечно, всё здорово. Только я ещё здесь не всё осмотрел. Тут что-нибудь любопытненькое есть? Ёкарный макарин. Что там происходит? Там кто-то летает или что? У-у-у, в общем, туда мне рановато ссуаться. В общем, я принял решение идти к ледникам. Потому что там издаются странные и очень... А, страшные звуки. О! Деревья с ягодами. Там огромные вишенки. Сейчас, мне кажется, я полакомлюсь. Оторвусь по полной. Красивенько. Вот, смотри. Где мои ягоды? Почему я не успел их взять? О, новые. Похоже на томаты. Чё это такое? Бомбадор! Представь свою унизительность смерти от падения гигантского помидора. Хе, я был прав, это всё-таки помидор. Оу-оу-оу-оу-оу. Жидкость опасна. Лучше на неё не наступать. Фух, я забрался. Сколько здесь всякого интересного. А, это батотики. Батотики всегда хорошо. Заберём углерод. И съедим инопланетное яйцо. Ммм, какая противная невкуснотища. Бежим. Бежим-бежим-бежим быстрее. А чё, если я в этот помидор стрельну, пока он ещё не упал? Будет какой-нибудь эффект? Будет. Он просто не упадёт. Ну, теперь время пришло забраться в эту кристаллическую пещеру. Куда она с тобой выглядит? Ледяное убежище Кейна. Кто такой Кейн? О, со светяшечкой на башке. Здорово, ребят. Можно я у вас образец возьму? Нельзя образец взять. А если я вас бомбанул? Просто углерод. Место отдыха пухла птиц. Ребята, вы извините, что я тут пришёл и... Ворошу ваше гнездо. Просто я немножечко потерялся. Похоже, что здесь мне делать нечего. Опа! Допрыгнул. Допрыгнул. Ну, тут всё по стариночке вот таким вот образом делается. Куда это я взобрёл? Залез? Пробрался? Тут есть какая-то головоломка? Что, что, что? Надо отсканировать. И ком мне поможет. Выглядит будто что-то важное. Может, сломаешь это, а? Сломать? А ты уверена в этом? Украшенный инопланетный сундук. Изысканный орнамент этого инопланетного образца демонстрирует... Бла-бла-бла-бла-бла. Короче, классный сундук. Открывай. Ну, ладно. А вот это что такое? Это не мины, случай? Инопланетный замок. Похоже, это как-то связано с инопланетным сундуком. Мне надо найти поблизости что-то, что его включит. Может быть, я просто... Дам леща? Нет. Лещ не помог. А, смотри. Здесь вот он круглый. Здесь квадратный. А тут треугольник. Кажется, я понял, в чём дело. Но сперва мы попробуем сломать этот сундук. Ага, шиш тебе. Всё не так-то просто. Инопланетяне нет дубины, чтобы оставлять сундук с интересными орнаментами. Без защиты. Здесь вот есть небольшой проходник. Давай пролезем, посмотрим, что тут. О! Кажется, это то, что нам нужно. Могу я это активировать? Каким-то макаром. Не могу. В общем, тут остался последний вариант. Это только прыгать вот по этим колоннам. Больше ничего другого я здесь не вижу. А, не допрыгнул. Давай сюда кинем батутик. Опа! Чё дальше? О, квадратный. Ну, я туда сто процентов не долечу. А вот и треугольник, значит, да? А чё, если мы его сканернём? Я же не сканировал вроде эти символы. Инопланетный символ. Ух ты! Какой классный инопланетный символ. Должно быть, он что-то там значит. Ну, наверное. В общем, я его просканировал, и звучок какой-то странный появился, да? Когда я сканирую их, они открываются. Окей, значит, идём сюда. Сейчас быстренько сканернём ещё вот этот вот. Замечательно, остался последний. Всё! Я открыл сундук. Что там? Что же там? А, это сфера. Инопланетный сплав. Всё, в этой пещере, кажется, всё. Можно отсюда выбираться. Короче, тут недалеко от телепорта. Прямо тропиночка ведёт. Я чё-то тупанул. Ну, не совсем туда прям торопиночка ведёт. Ну, короче, тут есть пещера, во. Обнаружена область. Мерцающая пещера чудес. Как я её тогда пропустил, фиг знает. Ну, тут красиво. Тут куча пухлешей. О, умерот. Интересно, куда эта пещера нас с тобой приведёт? Может быть, внутрь здания всё-таки? О, какая здесь темень. Взять. Это лампа, что ли, местная? А где лампа-то? А, я её кидать могу. И она как бы светит, да? Вот, теперь я её, кстати, взял нормально так. Тут вот есть растение, которое... О! Алюминий! Шикарно! Алюминия мало не бывает. Что мы здесь с тобой, собственно, имеем? О, ещё одни такие же цветы. Если это цветы, конечно. Я их забыл просканить. Светится. Ну, может, и какую-то пользу принесёт. Светящийся куст. Ну, в принципе, можно сказать, что цветок. Продолжаем наше путешествие. У-у-у-у. Я всё ближе к инопланетянам. Шаткое светилище. Интересно, долечу я туда или нет? Я ж тут могу и разбиться. Есть! Получилось. Мог использовать батут, но мне было так и лень. В общем, всё. Я пришёл сюда. И тут что-то даже лежит. Извлеки и проанализируй. Ого! Вот это шприц у меня. Набрал. Чё дальше? Отличная работа! Теперь у тебя достаточно ресурсов, чтобы распечатать прыжковый ранец в дротике. Хотя этот образец ещё не протестирован, и безопасность никто не обещает. Ну-ка, опять. Хоть что-нибудь вы можете мне нормально сделать? Ну чё, ладно, возвращаемся обратно домой. Используем вот эту вот платформу инопланетную для телепортации. Посмотрим, на что она способна. Вау, шикарно. В общем, я могу телепортнуться рядышком с дротиком, либо уже в сам дротик непосредственно. Ну давай прыгнем. Если хочешь, можешь создать улучшение. Конечно хочу. О-о-о-о-о-о-о-о, что это такое? Вырубите, вырубите! Нафиг не хочу слушать эту поражню. Так, значит. Мне нужно извлечь то, что я притащил в наш 3D принтер. Готово для создания быстрой перезарядки Кумулятивный выстрел Прыжковый двигатель, вот что мне нужно И визор еще готов Ммм, ну а вначале давай мы сделаем прыжковый двигатель Печатать Я так вижу, тебе удалось улучшить ракетный райис Хоть он еще и не способен нормально летать Но все же позволит тебе получить доступ к ранее недоступным местам С минимальным выбросом в атмосферу загрязнений Так, так, так Прыжковые двигатели Теперь ты можешь включить реактивные двигатели в воздухе и еще один раз Значит мне просто нужно подпрыгнуть Оу, шикардос Ну слушай, в принципе, неплохо работает Главное мне не навернуться с ним Шикардос Пойдем-ка протестим этот ранец в одном месте Короче, вот оно это место Я здесь уже батутик пробовал Но все равно не смог туда перепрыгнуть Но, думаю, с ранцем у меня это получится И раз, два, поехали! Есть! Мы перепрыгнули, что тут? Здорово, пупсень! Уколчик я сделаю Да Здесь, короче, есть руда А нет, смотри, здесь еще есть кое-что Инопланетное яйцо Попробуем сейчас его съесть А как насчет протестировать наш новый коммуникативный выстрел Сейчас попробуем это сделать На комбо протестировать А вот на этом дереве Ну-ка А, не сработало Я пропустил, когда надо нажать О, получилось Огонь! Жесть Вот это размозило Это дерево так размозило Ну что, я думаю, что на сегодня это все Если тебе нравится эта игруха То есть тебе лайк Подписывай Через тысячи не подписан И, конечно, комментарий Подвидас Ну, а я с тобой прощаюсь Пока Увидимся в новом видео Субтитры сделал DimaTorzok